Берем стихи из Писания. Кто любит наставление, тот любит знание. А кто ненавидит обличение, тот невежда. Притча 12.1. Можете сами открыть и прочитать эти стихи. Кто любит наставление, тот любит знание. Знание. Познание. Знание. Что такое знание? Я знаю, что меня зовут Галина. Я знаю, что я женщина. Знание – это внутренняя правда, это внутреннее свидетельствование, которое говорит это так и никак другому. Например, я знаю, что я сейчас говорю в экран. И это стопроцентное знание. А есть полуправда. Я сейчас смотрю в экран, но в экран не смартфона, а компьютера. Итак, а кто не любит обличение, тот невеже. Что такое обличение? Лицо. То есть на самом деле миф, в котором мы живем – это зеркало. Помните, крошку енота. Этот енот проходит, видит в реке ужасных этих самых, пугается, прибегает, вам говорит, ты им улыбнись. И эта крошка енота раз, так посмотрел, улыбнулся. И раз – и те улыбаются. Что такое обличение? Ликв. То есть мы смотрим в зеркало. И жизнь, реальность нам отражает то, что с нами в жизни происходит. То есть по-другому. Если у тебя сейчас нет денег, ты смотришь в зеркало – нет денег. Это говорит о том, что внутри тебя бьет барабан – нет денег. То есть в основном большая часть людей живет в бытие, формирует их сознание. Например, какая-то неприятность, и человек сразу же под эту неприятность реагировал. Но по факту происходит наоборот. Сознание формирует бытие. Поэтому что такое обличение и почему, например, большинство людей не любят? Они сразу говорят – это не я сотворил. Я здесь ни при чем. Я тут не виноват. Это они все. И поэтому любые перемены нашей жизни начинаются именно с ответственности. Ответственность – я ответ все, что происходит. Я причина все, что происходит. И, конечно же, первая реакция у нас – чувство вины. И так как мы не хотим, мы и так слишком много нас заставляли чувствовать себя виноватым, поэтому мы сразу же раз спрятались, защитились и сразу раз в кусты. Хотя по факту у нас приблизительно такая должна быть первая реакция. Если я сотворил, я сотворил долги, то я могу способен сотворить и недолги. Если я сотворил болезни, я способен сотворить и неболезни. И когда мы берем ответственность, тогда нам нужны инструменты, как сделать так, чтобы выйти из вот этого тупика, в котором мы оказались. Потому что именно в этот момент у нас происходит как бы внутренняя истина, которая нас ведет и говорит – такой жизнь не должна быть. Именно с этого начинаются все перемены. Баста, так не должно быть. Поэтому напиши в комментариях под этим видео эти слова. Баста, так не должно быть. Так не должно быть, например, чтобы я болела. Так не должно быть, чтобы у меня были долги. Баста, так не должно быть, чтобы мы там ругались. Баста, так не должно быть, чтобы...